Сегодня в повестке дня 57 вопросов, 4 из этих вопросов пройдут по сокращенной процедуре, но остальные будем рассматривать, так скажем, по полной программе. Я хотела бы остановиться на двух законопроектах, которые будут приниматься сегодня в первом чтении, которые, на мой взгляд, вызовут, так скажем, наибольшее оживление в обсуждении. Один из законопроектов касается вопросов конкуренции. Дело в том, что в последнее время мы наблюдаем спад инвестиций, а если даже он и есть рост, то это полпроцента, это совсем не тот рост, о котором нам сегодня нужно говорить. И когда мы анализируем причину, мы говорим о том, что нет сегодня доверия к государственной власти, а следовательно и нет частных инвестиций. Это очень плохо для экономики. И главная задача, в том числе, кстати, и по поручению президента, у нас должно быть создание привлекательного инвестиционного климата. Что мы получаем на самом деле? Вот сегодняшний законопроект, точнее, внесение изменений в закон о защите конкуренции, как раз, собственно говоря, и подтверждает ту мысль, что мы продолжаем закручивать гайки вместо того, чтобы формировать привлекательный инвестиционный климат. В чем суть этого законопроекта? Дело в том, что в федеральной антимонопольной службе предоставляются достаточно серьезные полномочия, которые, по сути дела, на сегодняшний день имеют право выполнять исключительно правоохранительные органы. Вообще, к ФАС нашему есть много вопросов. Вот давайте посмотрим. Я просто сейчас кратко эти вопросы обозначу. Торговые сети, огромные гигантские вот такие структуры, монополизация рынка чудовищная торговыми сетями. То есть все мелкие и средние предприятия, они практически уничтожены этими сетями. Давайте посмотрим, возьмем любую отрасль. Давайте сельскохозяйство возьмем. Значит, крупные предприятия сельскохозяйственные, холдинги, они вытесняют как фермеров, так и мелкие сельхозпроизводства исключительно в сельской местности, в селах. То есть что делает ФАС, по сути дела? Получается, что вот та задача, которая стоит перед федеральной антимонопольной службой, она, по сути, не выполняется. То есть монополизация рынка продолжается. Мы сегодня о чем говорим? Мы сегодня говорим о том, что крупные предприятия могут получить все государственные преференции, а вот мелкие предприятия никогда этого не получат. Поэтому сегодня вот этот закон принимается для того, чтобы дать возможность федеральной антимонопольной службе анализировать и воздействовать на те соглашения, которые заключаются между крупными поставщиками. Но давайте посмотрим с другой стороны на эту тему. С одной стороны, вроде как правильная ситуация складывается, но с другой стороны, сегодня мы говорим о том, что не надо кошмарить бизнес, и об этом говорит руководство нашей страны. Любые правоохранительные органы могут прийти в любое время, изъять, значит, открыть, взломать замки и так далее. Рейдерские захваты прикрываются именно этими действиями напугать, дестабилизировать ситуацию на предприятии, особенно на прибыльном предприятии. Так вот, такими же функциями сейчас пытаются наделить федеральную антимонопольную службу. Что это за функции? Это, во-первых, выемка документов, это, значит, использование результатов оперативно-розыскной работы, значит, это взламывание, так скажем, помещений, в которых эти документы для изъятия могут находиться. Ну, то есть это, по сути дела, вся прерогатива правоохранительных органов. Причем здесь ФАС, то есть у нас достаточно структур, которые могут вот все это сделать с бизнесом. Давайте теперь ФАС разрешим еще это делать. Разве это может положительно повлиять на инвестиционный климат? Конечно, нет. Наша фракция КПРФ будет голосовать против этого законопроекта. Еще хотелось бы отметить один, еще один законопроект хотела бы отметить, это наш законопроект КПРФ, касающийся увеличения налогового вычета на обучение детей. Вот очень нужный законопроект. Дело в том, что сейчас 50 тысяч рублей это пороговая цифра, пороговая сумма, из которой можно, значит, вот этот вычет осуществлять. 6,5 тысяч в год, ну что это за деньги? Поэтому мы предлагаем сумму поднять до 80 тысяч вычета по НДФЛ для родителей и лиц их замещающих. Поэтому вот этот законопроект, это фракции КПРФ, и этот законопроект, этот направлен на то, чтобы все-таки социальная сфера у нас оказалась защищена, а особенно были защищены те семьи, которые вынуждены на платных условиях обучать своих детей в учреждениях профессионального образования. Еще на законопроекте под номером 31, который будет рассматриваться сегодня, он называется «Об оскорблении граждан». Вот сама эта тема, конечно, актуальна, вы сами знаете, что вот эти высказы чиновников, которые иначе как оскорбительный назовешь, они раздаются регулярно, народ возмущается в сетях, все говорят о том, что необходимо их наказывать, однако инструмента не было. Вот в чем проблема? Например, когда гражданин один критикует или высказывается нелестно о другом гражданине, то второй может просто пойти написать соцзаявление и получить какую-то компенсацию, то есть наказать обидчика. Или, например, когда оскорбляется какая-то группа граждан, скажем, по признаку национальному или вероисповедания, то тогда тоже закон есть, закон работает и примеры наказания есть. Но когда оскорбляют сразу всех, что пенсионеры – это тунеядцы, например, говорят такое, или государственный просил вас разжать, непонятно, кого конкретно оскорбили, и именно из-за этого нет ни одного случая, чтобы этого чиновника привлекли, то есть штрафовали, либо что-то еще. На рассмотрение в комитете со стороны «Единой России» говорили, «Как вы говорите, что никого не наказали? Кого-то ведь уволили». Я объясняю, что когда заставили человека написать заявление об увольнении, то что произошло? Нарушение Трудового кодекса, потому что чиновник сверху, он не имеет такого права определять степень виновности чиновника снизу, были ли эти действия нарушением закона или нет. Такого права нет, и поэтому те, которые уволены, они в своем праве написать заявление о установлении на работу, и их нужно будет по закону восстановить и им выплатить компенсацию за вот эти пропущенные времена работы. Поэтому мы считаем, что необходимо в КАП внести поправку и наказывать именно чиновников, когда они оскорбили, потому что, повторяюсь, еще ни одного случая, чтобы было наказание за оскорбление граждан, пока у нас в судах не было. Кроме того, более года назад в него снесен мой законопроект с Коломельцевым вместе, об оскорблении избирателем называется. В чем там суть? Он указывает на особое взаимоотношение между гражданами и чиновниками. Согласно статье 3 Конституции, источником власти является народ, то есть мы хозяева в стране. А чиновники и депутаты, они обязаны всего лишь исполнять волю народа, то есть сделать его благосостояние более высоким и повышать уровень и качество жизни. Но мы-то наблюдаем, что чиновники порой отказываются и не хотят повышать уровень жизни населения. Поэтому, когда они публично отказываются от своей работы, они также обязаны заплатить штраф или вообще лишиться этого места работы. Поэтому, надеюсь, сегодня 31 законопроект дойдет до рассмотрения. И с счетом того, что президент Путин уже в декабре говорил о том, что необходимо чиновников ставить на места, необходимо их наказывать, думаю, что зал проголосует за и законопроект будет принят.